Мертвой рыбой усеян берег Амура в Хабаровском крае. Хорошо различима краснокнижная рыба, на берегу валяются небольшие осетры, о причинах мора рыбы ничего не известно. С 30 мая 2024 года поступали сообщения, что берег Амура в поселке Чнырах в Николаевском районе усеян мертвой рыбой. На видео, которое распространяется в социальных сетях, видны рыбы, лежащие на берегу. Некоторые породы можно различить, это вероятно конь или три губ. Хорошо различима краснокнижная рыба, на берегу валяются небольшие осетры. Вот такая и подобная информация курсирует по пространству РУ. О причинах мора рыбы ничего не известно. Официальных комментариев не поступало. А я вам так скажу, это длится годами. И тысячи тонн погубленной рыбы, вот чем чревата эта очередная трагедия на Нижнем Амуре. Здесь, в поселке Чнырах, в самом сердце Нижнего Амура продолжает разворачиваться наглядное действие экологической катастрофы. Спланированные для нас, для местных жителей, способствуя великому исходу. Массовая гибель молоди, пород осетровых в том числе, скажется на будущей популяции биоресурса осетровых. Но давайте теперь, Тенрово-центр, байку нам очередную затравите. Мол, эта рыба мигрировала на солнце, но обожглась и упала прямо на берег Нижнем Амурского поселка Чнырах. Или там вода слишком холодная, или там вода слишком горячая, или еще лучше всего. Мол, это, скажите, не дикая рыба, это рыба, выращенная на одном из наших предприятий, на солнце, на Марсе, на Юпитере, но не прижившаяся пока здесь у нас, на Нижнем Амурской земле, планеты Земля. Фантазируйте, их теологи, фантазируйте, ваш цирк щедро оплачен из нашего кармана. Если вы смотрите сейчас это видео, и вы согласны с тем, о чем говорит автор, нажмите кнопку подписаться на канал и поставьте лайкосик. Палец вверх поможет продвигать это видео и сделать его доступным как можно большему числу людей. Ведь здесь, на Нижнем Амуре, очень редко вам скажут официальную горькую правду. Нас выживает с Нижнего Амура, нанося непоправимый вред обороноспособности России. Подписка на канал поможет ему не потеряться в пучине информационного безразличия. А помните видео, где молодые рыбинспекторы, но уже ФСБ, пограничники, гордо воевали с местными коренными жителями, объясняя им, что ущерб за одного погубленного калужонка составляет что-то там 260 тысяч рублей. Причем погубили-то калужонка не местные, а они сами под невнимательным присмотром прибухнувшего, скорее всего, их теолога, который и вылез-то из катера уже к концу торжества победы пограничных ФСБшных рыбинспекторов. А здесь, посмотрите, десятки, если не сотни этих калужат, тысячи килограммов, то и тонн несостоявшейся рыбы, которая не вырастет, которой просто не будет. И где сейчас эти смелые ребята в форме? Где их вождь? Их теолог! Их теолог, ты где? Кто ответит за эту трагедию? Или что, только с безответными воевать? Только с них спрашивать? С вами Роман Зайцев, живу на ДВ, депутат Николаевского района, Россия, Дальний Восток, Нижний Амур, развитие продолжается. Редактор субтитров А.Семкин